всем привет ну что на сегодня будет тест тыковки на основе с исцелением долго я конечно мучился определялся кто лучше как лучше какой талант воодушевление исцеление сейчас мы все-таки это уже разберем наконец-то что тот талант что тот талант охрененный даже тот же самый перс если у вас нету возможности донатить вы не можете выбить его даже берсовая тыковка вот такая и помню с головой хватит для прохождения подзема конечно это не то что эти два последних таланта которые нам добавили но и и берс 88 очень отличный вариант для любого аккаунта рано или поздно по-любому выбить этот талант либо его будут давать в 2050 году бесплатно когда будут еще имбовые таланты но это такое так ну что сам талант по себе на 88 увеличивает восстановление энергии героя на сто процентов и восстановление здоровья на сто процентов только энергия от урона или базовых атак то есть фактически если ваша тыковка выступает танком там бьет она получает два раза больше энергии также в два раза больше восстанавливает себя сейчас мы будем ее тестировать на лаборатории там у меня есть облин с приспешниками то есть мы будем чисто там тестить вот этих два таланта с разными вариантами рун то есть изначально мы сейчас будем с вами тестировать сейчас я утекание сниму с кого-то смотреть чисто по урону сколько за определенный промежуток времени мы нанесем урона какая ты как к будет получше то есть мы тестируем первый вариант давайте воодушевление начнем рунами у нас будет утекание стоять что первым что втором варианте то есть тыковка будет идентична будет стоять кубок не будем ставить сюда свиток то есть без разницы разгон у нас будет у них одинаковый кубок для того чтобы они подольше выжили потому что они будут в роли танка это тыковка с воодушевлением будет проседать так поехали лабиринт вот у нас лоблин жестокий лоблин у него есть приспешники что они делают увеличивают атаку скорость атаки это по сути гарпии они выбирают наш урон и там допустим уменьшают количество атаки замедляют до час мы просто потестируем так там по моему 3 сборочка если не ошибаюсь да вот наша тыковка есть это тыковка с воодушевлением смотрим сейчас будем смотреть до 1 1 отделение то есть за сколько мы одну с 5 ну скажем у нас тут грубо говоря 5 отметок идет до на ее жизни за сколько времени мы и убьем то есть как видите она ускоряется неплохо ее бьют сразу 3 гарпии условия одинаковые то есть тут не надо смотреть на то что у нас там гарпии дебаффет и прочее основная задача просто сравнить два таланта какой из них все-таки лучше то есть они бьют все одинаково то есть на 2 3 4 у них автопрок стоит бьют в один момент ну как видите разгон вроде есть вроде как бы все круто то же самое принципе у вас будет и на подземках медленно медленно очень медленно она идет ну как видите ну что такое вот еще обратите внимание на урон 3 700 5 400 6 9 то есть минималка 44 7 9 500 то есть вот такой вот у нее урон то есть фактически это ее есть ее разгон сейчас вы видите вот 40 секунд там я засмотрелся оба говоря пусть будет даже 50 секунд на одно отделение теперь меняем просто талантик ставим ей исцеление смотрим вот пошел разгон точно так же все один в один смотрите внимательно на урон верхней девять с половиной тысяч это стандартный для нее урон 8 9 9 9 800 то есть как видите получается больше стаков все-таки в этой тыковки в таком варианте и смотрите внимательно на то насколько мы быстрее щас демона убиваем в два раза быстрее получается то есть у нее как и ускорение какие бафаха получается в таком варианте намного быстрее так есть ну то есть видите да результат разницу теперь делаем дальше следующее это утекание вариант вариант сейчас будет многие на архидемона ставят так у нас исцеление будет первым вариант просто ремка ускорение с ремкой получится ли у нас быстрее если брать например к орхидемона чтобы быстрее было развитие как видите отхил у нее намного лучше потому что у него сто процентов и сто процентов получается то есть на все отхилы которые у нее есть то есть она даже без утекания нормально себя отхиливает по времени там получится плюс пару секунд у нас то есть такой вариант можно использовать на архидемона чтобы быстрее набить но если у вас на архидемоне будет тыковка с исцелением лучше и поставить замедление почему сейчас вы тоже увидите этих пару секунд секунд как бы не особо спасут вот смотрите что у вас получается где-то приблизительно минута сорок четыре минута сорок четыре с ремкой ставим сразу же тест на воодушевление будет та же самая картина возможно даже и могут слить может успеет отхилиться ну как видите мы даже по урону посмотрите какой урон урон не изменя но не изменился то есть она проигрывает в любом случае и в том и в том варианте будь там какие руны она просто проигрывает талант и она и проседает как видите намного больше то есть в любом случае в этих вариантах исцеление круче даже на тех же самых подзем как ее первые выпускаете и она просто тупо разносит все сейчас мы до этого дойдем возможно протестируем мне кажется она даже тут просять то есть она не вытягивает там была минута сорок четыре уже одно отделение тут мы даже половины не убили разницу видите да теперь дальше следующий вариант выбираем руны тестируем тыковку вот эту даже не так тестируем теперь вариант исцеления даже вот так воодушевление рунами исцеления увидите сейчас разгон и посмотрите время внимательно тут вот вся загвоздка этого всего прикола над которыми целую ночь разбирался то есть воодушевление исцеления рунами сейчас стоит смотрите время на одну отметку вот она сейчас получила уже получше разгон видите урон да уже десять с половиной 9 800 10 800 то есть уже предельный урон у нее то есть она получается за счет рун руны сами по себе дают 3 800 атаки по моему для 3 900 больше стал и плюс у нее добавился за счет того что ее быстрее заряжают за счет исцеления еще один стак на урон свой то есть вот урон сейчас получается более топовая на практически такая же как ты ковка с исцелением с рунами там которые мы тестировали то есть даже немножко получше будет вариант что у нас получилось вот тоже самое минута 44 то есть такой вариант для воодушевления рунами исцеления то есть она догоняет у нас исцеление можно делать смотрим дальше теперь тестируем исцеление рунами ставим воодушевление 15 энергии добавляет к сожалению как оказалось с исцелением даже для подзема получше будет потому что там в первые секунды надо просто получить разгон и все пока у вас мои действия дальше уже как бы она не особо интересует уже какой там талант и что потому что вас либо салют либо во всех полностью затащили сейчас вы увидите на подземках разницу еще постараюсь вам показать чтобы уже полностью видели всю картину как видите вот с такими рунами у нас получается 10 300 то есть 9 в таком варианте воодушевление плюс руны исцеления как бы круто получше будет вариант сейчас посмотрим сколько у нас времени будет отхил видите какой бешеный плюс 400к бывает даже отхил идет то есть 9 300 мы проигрываем тут чисто из-за того что руны воодушевления дают меньше нам силы атаки то есть даже пару секунд мы проиграли ну там две-три секунды теперь берем тест на архидемона какая топовая сборка там для обычных архидемонов будет да так 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 выходим отсюда ставим руны замедление то есть вариант набора количества урона за какое время вы видели то есть минута 44 то есть даже чуть чуть быстрее у нас получилось воодушевление плюс исцеление теперь мы ставим на тыкву с исцелением замедление идем опять бить то есть на демоне там где есть приспешники там где урон по зоне это вообще будет огонь смотрите теперь на урон за счет замедления замедление само по себе дает еще у вас дополнительный удар то есть вот высвечивается 15000 это именно удар замедление то есть это как доп это ваша атака то есть силы атаки ваши 15 16 тысяч вот проскакивает и смотрите на время за сколько мы сейчас наберем одну отметку то есть это все упирается на время на архидемоне потому что у нас надо чем быстрее убить и что как видите уже минута пятьдесят вот минута пятьдесят три и мы уже набили это все теперь просто меняем ставим такую же тыкву с воодушевлением чтобы больше урона до набивать быстрее вот такая вот тыква и смотрите насколько разница будет разница будет опять же очень большая вот она разогналась ну как видите не урона нет вот 10000 это потолок вот 16 даже проскакивает 15 10 то есть нету у нее того разгона который был там это тот же самый вариант что с предыдущими первые разы что мы тестировали то есть таком варианте в идеале получается у нас тыковка с исцелением воодушевление тоже катит если вы рунами поставить и пятое исцеление тоже будет офигенный разгон полностью все но по урону вы будете проигрывать на подземке это будет топовые можно воодушевление плюс исцеление что-то что-то тыковка как бы очень крутая кайфовая будет без разницы там или та или та вам этого будет хватать но если брать уже чисто показатели как видите здесь вот мы даже минута сорок мы даже половины не набили опять же хотя здесь тоже стоит замедление вот вам вся разница теперь идем просто выставляем героев точнее убираем героев сейчас я поставлю анубиса с богом войны и пойдем на подземке просто визуально увидите разницу разгона тыков так вот такой вот анубис всех остальных по щас убираем ставим тут ремку чтобы она сразу артефактами ставим от стана ладно пусть стоит ангел на анубиса поставим слона так первый вариант тыква вот до воодушевления ремка аронами магия у нас есть побежали хошмарка даже не на этой на 76 будем тестировать там где можно ангела выманить вот такой вот вариант выпускаем раз-два и тыковку морозим вот смотрите разницу да видите урон как проходит так там анубиса у нас даже застанет но вот он слил вроде как бы ну так вы слили надо все-таки самобеса теперь такой же вариант только ставим исцеление раз-два раз-два заморозка видите да смотрите какой там бешеный уже разгон анубиса просто жестко сливает их то есть разница в разгоне очень заметно правда тут два героя сейчас мы начнем стартовать все-таки санубиса чтобы у нас тыковку не так быстро выбивали разница очень заметно на подземках конечно если шесть героев на шесть героев нам тогда может сейчас и 6 поставим сейчас еще разок сделаем заход начнем с анубиса 1 2 заморозили видите как сливает отлично вообще не дает им просто зарядиться теперь ставим обратное воодушевление надо конечно солдатиками еще с память я хочу вам просто показать чтобы вы видели конкретно на герои вот как видите ускорение вот она даже слилась нету того ускорения как у исцеления просто нет то есть там все намного порезвее конечно анубис тут топовой он сносит что так что так разница очень заметно когда у вас будет много героев сейчас мы еще раз тестик с исцелением запустим раз два раз два заморозили так 105 слили не дает нормально протестировать надо все-таки с память юнитами сейчас еще раз заход юнитами с запарили менять уже пациентке никогда на них нормальный тест не получается в принципе я вам показал это на лаборатории на лабиринте точнее вы видели уже разницу раз два три четыре пять ну давай вот вот они сливают видите дачу делается она у нас арктика блин арктика нам не дает нормально сейчас нашу тыкву сольют ну ладно суть не в этом кто смотрел китайку на китайке у меня тоже есть такая же тыква если хотите пересмотрите там на стримах есть может еще дополнительно если хотите за сниму напишите в комментах у меня такая же тыква есть только первой эволюции и у меня всегда там была проблема я не успевал сливать анубисов у меня стояла первое талантовое удушевление но когда я там выбил исцеление уже тоже тестировал есть видео с исцелением я все-таки начал сливать анубисов то есть это как бы показатель того что это тыковка быстрее разгоняет и дает все таки на один стак больше потому что по-другому не объяснить разницу в уроне то есть она быстрей получается она быстрее выходит на максималку и тащите то есть у вас герои получают все-таки больше атаки чем у вас будет стоять воодушевление принципе все кто кто хотел я думаю тот понял увидел разницу что тот талант что тот талант топовый и подходит для героев даже берсовая тыква тоже неплохо но это как бы считается вот эти два таланта топовыми все-таки исцеление показала себя как на меня лучше вот так вот поэтому выбивайте исцеление у кого есть возможности по-любому прокачиваете разницу думаю вы тоже увидите все пишите коменты ставьте лайки делайте репостики подписывайтесь всем пока